Новые русские сказки. В минувшие выходные состоялась презентация книги кубанских авторов «Послесказия дети». В минувшие выходные состоялась презентация книги «Послесказия дети», которая недавно вышла в Краснодарском издательстве «Традиции» и включила произведения девяти кубанских авторов. Среди них и анапские писатели. Один из них, Сергей Левин, сегодня отмечает свой день рождения. Коллектив нашей телерадиокомпании присоединяется к поздравлениям о старых сказочных героях и новых приключениях в сюжете. Профессиональные писатели и журналисты поставили перед собой непростую задачу – создать на основе русских народных сказок новые оригинальные произведения, адресованные самой взыскательной аудиторией – детям. Кто-то написал продолжение знакомых всех с пеленок историй «Колобок в поисках приключений» или «Как журавль на цапле женился», а кто-то переосмыслил фольклор с учетом современных реалий. Елена Суханова написала увлекательный сказочный детектив «Поди туда, знаешь куда, принеси то, известно что». Причем изначально в проекте рассматривались совсем другие сказочные персонажи. У меня была идея взять сказку про зайку, как зайца обижают, а волк ему помогает решать эти проблемы. Но я вынашивала эту идею и волк у меня получался таким детективом, как в американских фильмах, какой-то крутой парень. И он какой-то не по-детски у меня крутой выходил. Поэтому я решила все-таки остановиться на коте и невидимке, они такие волшебные персонажи. То есть мне показалось, что так будет все-таки лучше. А вот перу Ирины Иваськовой принадлежит оригинальный взгляд на хрестоматийную репку и озорной школьный репокур. Как признается сама писательница, в этом направлении работать было интересно. Написать продолжение новой истории со старыми персонажами может не каждый. Для автора это своеобразный вызов. Взять персонажа, известного каждому ребенку и взрослому, и создать историю, которая интригует и держит напряжение практически до самого конца. Непонятно, почему и что случается с персонажем этой сказки. Важнейшую роль в издании сыграл анапский художник Илья Копанев, создавший и играющий весь всеми оттенками красок иллюстрации, украсивший эту добрую и светлую книгу. Сейчас этот удивительный эксперимент, задуманный и воплощенный в жизнь известным анапским поэтом и прозаиком Сергеем Левиным, можно назвать полностью удавшимся. Небольшой тираж после сказей буквально разлетелся по читателям. Сегодня книгу можно встретить в частных коллекциях не только жителей нашего города, но и в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Тамбове. Сказки востребованы как жанр, что в них есть интерес и потребность у читающей публики. Причем наша задача была благодаря вот этим новым версиям сказок привлечь внимание к сказкам оригинальным, чтобы люди, прочитав наши истории на современном уровне, на современном языком написанной, рассчитанной на современного читателя, чтобы они обратились к истокам. Открыли те же самые сборники сказок Афанасьева и получили удовольствие от самой кристально чистой русской народной сказки. Тираж после сказья «Дети» составил одну тысячу экземпляров. Солидная для современного книгоиздания цифра. Это ровно тысяча солнечных добрых книг, возвращающих маленьким и те, кто постарше, традиционную прелесть русского фольклора в современном и невероятно интересном облике.